Питон как таковой и некоторые его стандартные библиотеки отнюдь не все, потому что их очень много и кому какая из них понадобится, так заранее угадать невозможно. То есть дальше надо читать документацию по стандартной библиотеке. Но он широко используется в самых разных областях. И вот в научных вычислениях не для собственно трудоемких вычислений, где там нужно как можно больше гигафлопс и так далее, это конечно не то применение. А вот для написания скриптов, которые вызывают какие-то программы, делающие собственно сложные вычисления в основном. Это одно из основных использований. И в самых разных других областях, то есть например в веб-дизайне широко применяется питон. Но веб-дизайн мы обсуждать не будем, к тому же я про это почти ничего не знаю, поэтому это просто было бы бесполезно. Ну а применение к научным вычислениям мы посмотрим где-то во второй половине этого курса. Теперь так. Почему? Почему на самом деле популярность этого языка, ну я бы сказал, растет непрерывно? Потому что из-за сочетания нескольких причин. Во-первых, его очень легко изучить, он очень простой. Пожалуй, что из таких вот широко распространенных языков программирования он действительно самый простой и самый понятный. Во-вторых, он хорошо продуман в смысле применения хороших практик программирования, и поэтому он годится для написания весьма больших и сложных вещей. В том числе, если не требуется чрезвычайно большое обостродействие, обостродействие в большом как раз не отличается. Это интерпретируемый язык. Быстродействие у него так себе. Но вот он простой, то есть на нем можно очень быстро написать работающий прототип, по крайней мере. Ну и третья, пожалуй, причина – это вот то, что уже в стандартной библиотеке есть почти все, что может понадобиться. То есть, как говорится в документации Питона, бета-резинклюдит. То есть все, что может понадобиться, там уже есть. Ну а если понадобится что-то более экзотическое, чего в стандартной библиотеке нет, то есть весьма большое количество дополнительных пакетов. А, да, я еще забыл сказать еще одну очень важную вещь, конечно. Это то, что Питон – это фри-софт-вэр. Очень важный фактор, но не единственный такой, но тем не менее. Его можно скачать и поставить совершенно легально на любые компьютеры. Так, да, так вот, значит, большинство, не все, конечно, но очень большое количество этих дополнительных пакетов тоже доступны по свободным лицензиям, и поэтому, если чего не хватает в стандартной библиотеке, то, как правило, найдется один, а может быть и более чем один дополнительный пакет, который реализует нужные вещи. Ну, и еще одна очень важная причина – это я пока плюсы перечисляю, к минусам я перейду чуть позже. Еще один очень важный плюс – это независимость от железа машины, от операционной системы. То есть, написав программу на одной машине под одной операционной системе, можно ее использовать на любой другой машине под любой другой операционной системе, за исключением тех случаев, если эта программа вызывает какие-то низкоуровневые библиотеки, привязанные к этой операционной системе. Вызывать их можно, если очень хочется, но тогда вы, соответственно, теряете вот эту кроссплатформенность. То есть, пока ничего такого низкоуровневого не вызывается, программа идеально переносима. Я могу из своего опыта сказать, у меня, ну, это было достаточно давно, но, тем не менее, попросили, очень настоятельно попросили написать одну достаточно сложную и длинную программу. Все равно на чем, но она должна была работать на Windows. В Windows я, честно говоря, очень не люблю, и что-нибудь под ним делать я не могу и не умею. Поэтому я написал эту программу под Linux, использовал кроссплатформенный GUI Toolkit, ну, тогда я использовал VX Widgets в то время, сейчас я бы, пожалуй, использовал QT, он и мощнее, и, в общем-то, приятнее. Ну, а VX Widgets тоже кроссплатформенный. И после этого ни единой буквы не меняя в этой программе, в которой было около 3000 строчек, я ее переставил на Windows, она там заработала, стала рисовать все эти окошки, менюшки, и все, что Windows-ные пользователи ожидали увидеть. Ну, и надо сказать, что эта программа на три четверти состояла из всяких окошек, менюшек и прочих GUI-шных вещей, только на четверти содержательной части. Довольно типичная ситуация. Это, значит, все были плюсы. Минус фактически один – это низкое быстродействие. А, нет, минуса, пожалуй, два. Ну, низкое быстродействие – это само по себе. В общем-то, это не дает писать на Питоне, ну, скажем так, программы, которые производят вычисления. Производят сложные какие-то вычисления, но их надо писать на чем-нибудь другом. Но это не всегда так. То есть вокруг этого минуса есть несколько обходных путей. Часть из них мы как раз обсудим попозже в этом курсе. Одна ситуация, когда программа работает с какими-то большими массивами данных, ну, это просто оно там одномерное, двумерное или большей размерности массивы. Они могут быть, скажем, большие. Массивы там чисел с плавающей точкой, там целых чисел, чего-нибудь в этом роде. Их надо обрабатывать каким-то очень регулярным образом. То есть очень типично это, когда вы работаете с какими-то здоровыми матрицами, вот пользуетесь разными там вычислениями в линейной алгебре, надо эти матрицы перемножать, там еще что-то с ними делать. Ну вот, так вот, такие вещи, когда делается какая-то очень регулярная обработка с большими массивами, их можно сделать, потому что существует такое расширение языка питон, как NumPy. NumPy представляет собой большую сишную библиотеку и интерфейс к ней из питонских программ. И если ваша программа 99% времени проводит за вычислениями, реализованными в этой сишной библиотеке, и только 1% где-то на верхнем уровне в питонской программе, то совершенно все равно, что она написана на питоне, что вы бы написали ту же самую программу на СИ. Только на СИ вы бы гораздо дольше ее писали. Вот в таких ситуациях, когда применим NumPy, можно и некоторые надстройки над NumPy. Есть надстройка, которая занимается статистической обработкой, там достаточно широкий класс статистических методов реализован вот для этих массивов, NumPy-шных массивов. NumPy-шные массивы – это фактически сишные массивы. Они сидят, реализованы вот в этой сишной части пакета NumPy, ну и работа с ними быстрая, так? Вот, то есть замедление случится в том случае, если заметный процент времени выполняется, собственно, код, написанный на питоне, а не вызванный из библиотеки. Это один способ обхода. Другой способ обхода – это есть такой ситун. Это забавная, в общем-то, штуковина. То есть сначала вы пишете программу практически как на обычном питоне, но с добавлением описаний типов переменных. То есть это какой-то такой гибридный язык. Питон, в который еще добавлено дополнительное средство для описания типов переменных. В обычном питоне никакого описания типов переменных нет. Ну вот, на таком слегка, чуть-чуть, не сильно испорченном питоне вы пишете программу, потом напускаете на нее вот эту программу, которая называется ситун, которая транслирует, транслирует сорс в сорс. Вот сорс на вот этом вот языке, расширенном питоне, превращает в сишный сорс, после чего вы ее компилируете сишным компилятором, и она начинает работать значительно быстрее. Ну, что значит значительно быстрее? Значит, ну так до десятки. Фактор десятка бывает, что можно получить на этом. Второй плюс этого ситуна состоит в том, что сишные библиотеки можно из него вызывать совершенно, ну так сказать, спокойно и запросто. То есть, чтобы вызвать сишную библиотеку из чисто питонской программы, надо еще потрудиться. Какой-то интерфейс пришлось бы дописывать на сиш тоже. А вот ситун эту задачу выполняет сам собой автоматически, и поэтому он умеет вызывать сишные библиотеки. Да, когда я говорю сишные, в подавляющем большинстве случаев это относится к си плюс плюс. Ситун умеет с си плюс плюсом работать тоже. Понимает там классы, методы и так далее. То есть, можно и объектно-ориентированные библиотеки таким образом вызывать. Ну и, как так сказать, крайний случай, когда ничего другое не помогает, ну можно просто действительно тяжелые вычислительные задачи писать на каком-нибудь другом языке. Причем очень часто их по старой памяти вообще пишут на фортране, который вот для чисто вычислительных счетных задач, в общем-то, до сих пор бьет всех. Не сильно, но немножко бьет. Конечно, писать на фортране противно. Я этим когда-то в молодости занимался и больше не хочу. Но можно на си писать, можно на си плюс плюс, если что-то более современное хочется. То есть их просто писать как отдельная программа. Компилировать в отдельные исполняемые программы. А потом питон может вызывать просто внешнюю программу, которая будет выполнять какие-то тяжелые вычисления. А тогда, собственно, что остается на долю вот этого питона? Остается роль клея, что тоже достаточно полезно и нетривиально. То есть разные вот эти куски, обеспечивающие разные сложные вычисления, надо как-то связать друг с другом, вывод из одних перенаправить на вход к другим, там и так далее, и так далее. Вот всю эту сантехнику с трубами произвести. И плюс к тому, можно на питоне написать, например, GUI, который будет системно независимым, будет одинаково хорошо работать, одинаково красиво выглядеть, хоть под Linux, хоть под Windows, хоть под Macintosh, где угодно. Но это вещи, которые не требуют какой-то потрясающей производительности. И тогда можно сделать такую гибридную систему. Это все вот способы обхода. Теперь второй возможный минус, его тоже надо, в общем-то, сразу, конечно, упомянуть. А, но сначала, прежде чем его обсуждать, надо охарактеризовать язык питон немножко. Значит, если в терминах, ну вот такой, что ли, классификации языков программирования питон как-то описывать, то питон будет представлять собой сильно типизированный язык с динамической типизацией. Ключевое слово здесь динамическое, то есть не статическое. Что означает, что любой элемент данных в питоне является объектом и имеет тип. Когда вы применяете к нему какую-нибудь операцию, вы используете его в качестве аргумента какой-нибудь функции или там применяете операцию, там, сложение или умножение, или еще чего-нибудь, то тип проверяется. Если этот тип несовместим с этой операцией, если вы хотите посчитать синус, а передали ему в качестве аргумента строку, например, или еще какой-нибудь такой глупости написали, так, то произойдет ошибка во время выполнения, потому что статически анализируя сорсы, это, в общем-то, понять практически невозможно. Никто не знает, значение какого типа окажется в данной переменной в какой-то конкретный момент времени. То есть описаний переменных в питоне нет. И вообще говоря, абсолютно законно одной и той же переменной присвоить сначала целое число, потом через некоторое время ей же присвоить строку, через некоторое время ей же присвоить еще чего-нибудь другое и так далее. Питон возражать не будет во время, скажем так, компиляции, потому что компиляции нет как таковой. Во время выполнения может произойти ошибка из-за недопустимого типа какого-нибудь операнта какой-нибудь операции. Ну, вот это черта, так сказать, отчасти плюс, отчасти минус. Отчасти плюс, потому что позволяет более компактные программы писать, которые не состоят на довольно заметную часть из описаний типов, а сконцентрироваться, собственно, на смысловой части. Но минус, пожалуй, все-таки больше, потому что может так оказаться, что вы написали какую-то программу для какого-то важного использования, так сказать, сдали ее в эксплуатацию, и она уже там у вас год эксплуатируется. А в этой программе где-то есть какой-то иф, который там почти всегда идет по одной ветви, но в каких-то исключительных случаях может пойти по другой ветви. И вот в этой другой ветви происходит какая-то ошибка с типами. И поэтому эта ошибка будет во время выполнения появиться, когда выполнится какое-нибудь редкое условие, которое поведет код вот в ту ветвь, которая там редко выполняем. То есть гарантировать правильность программ, вообще говоря, труднее, чем в статически типизированном языке, где компилятор имеет все возможности, чтобы проверить правильность типов для операндов каждой операции. Это, в общем-то, минус. Тут я готов согласиться вполне. Но опять же есть способы обхода. Один способ обхода, который, в общем, появился относительно недавно и, надо сказать, продолжает развиваться, и, в общем, в будущем он станет еще заметно лучше, чем в данный момент, это такой. Вот в достаточно новых версиях питона можно описать аннотации типов. То есть с точки зрения выполнения программы эта аннотация типа переменной или параметра функции или что-нибудь в этом роде никакой роли не играет. Интерпретатору питон решительно на нее наплевать. Она, ну, как комментарий, что ли. Но существуют отдельные программы. Сейчас их существует две. Как ни странно, не могли одну сделать, но получше. Но дальше поживем, увидим. Может быть, появится еще более хорошая программа такого типа, которая статически анализирует сорс на питоне с учетом вот этих вот аннотаций типов и проверяет, что действительно никаких нарушений и типов не происходит. Это, с одной стороны, лишняя работа. То есть если вам нужно написать программку в 20 строчек, которые вы один раз выполните, а потом выкинете и забудете навсегда, то этого делать явно не стоит. А если вы пишете что-то такое ответственное и хотите избежать неприятных сюрпризов в будущем, то вполне возможно, что имеет смысл написать эти аннотации и типов. Это немножко ограничивает свободу программиста, потому что, ну тогда, если тип переменной аннотирован как-то, а вы написали присваивание этой переменной значения другого типа, то вот эта программа статической проверки вас обругает, скажет, что тут что-то не то с типами. Так? А вот. То есть, если вы хотите использовать эту возможность, то действительно каждая переменная должна в каждый момент времени хранить только значение одного единственного типа. Вообще говоря, это хорошая практика в любом случае, почти в любом случае. Там есть некое специальное значение non, которое означает отсутствие чего-то. Ну, в общем, его иногда удобно присвоить переменной любого типа бывает. Но, вообще говоря, так вот по смыслу, переменная предназначена для какого-то конкретного использования. И это означает, что в любой момент времени она должна хранить значения, которые соответствуют этому конкретному использованию. Ну, и это значения, в общем-то, одного типа. Поэтому в любом случае это хороший стиль. То есть, вот так вот написать n присвоить 10, потом n присвоить строкой ABC, потом n присвоить список, потом еще что-нибудь, это в любом случае плохой стиль. Питон возражать не будет, но делать так лучше не надо. Ну, вот. То есть, вот это вот отсутствие статической типизации тоже можно обойти, хотя это требует дополнительных усилий. Ну, и дальше это уже вам решать, стоит оно того, чтобы эти усилия прилагать или не стоит. То есть, вот минусов я бы вот в общих чертах насчитал 2, плюсов заметно больше. Ну, и еще просто, чтобы уж вас убедить, что питон есть решительно везде, питон есть, например, в телефоне. Вот в моем телефоне конкретно имеется питон. Сейчас я его даже могу запустить. Где он? Вот он, питон. Так. Ну, вот можно запустить интерактивный интерпретатор. Вот он. Вот я могу тут сейчас просто набирать чего-то. Вот я набираю n равно 2, набрал так. Теперь пишу 2 умножить на n. Ну, и пишут 4. Ну, вам плохо видно, конечно, но тем не менее. Вот в этом питоне для андроида, кроме интерпретатора, который можно вызвать и так построчно чего-нибудь вводить, существует редактор, где можно написать какой-нибудь скриптик, ну, а потом его выполнить. Вообще говоря, питон для андроид-устройств имеет доступ к очень изрядному количеству потрохов андроида. То есть вы можете писать типичное телефонное приложение на нем. И действительно, в PlayMarket, в Гугловском, есть реальная программа, которая написана, наверное, на питоне, и которая ведет себя чуть не хуже, чем любые другие написанные, скажем, на Яве, на которой все-таки большинство программ на андроиде написано. Так что вот он действительно есть везде, на всех платформах. Так, ну вот теперь, значит, к сожалению, что-то у нас тут не получилось. Ноутбук воткнуть. Ну, у меня, кстати, есть HDMI вот здесь, по соседству. Вот, можно... Ну, я тоже пробовала, это же не работало. А вот. Значит, придется пока так обойтись. Значит, как я уже говорил, в все... Ну, любой элемент данных, с которым может работать программа на питоне, является объектом какого-то типа. То есть, тип есть принадлежность ну, вот этого элемента данных, а не переменной. Переменной можно присвоить разные, ну, вот, объекты в разное время. Вот. Ну, какие бывают типы? Первое, естественно, целое число, что так первое приходит в голову. Присваивание выглядит обычным образом. То есть, вы можете написать n равно там 123, а после этого объект целого типа число 123 будет значением переменной n. После этого, каждый раз, когда вы используете переменную n в какой-нибудь формуле, потом вы можете написать m равно n умножить на 10 плюс 5 или что-нибудь в этом роде, то произойдет то, чего следовало бы ожидать. то есть, приоритеты операций арифметических стандартные, то есть, приоритет умножения выше, если бы вы хотели сначала произвести сложение, вы бы написали скобочки, так? То есть, здесь как-то никаких особых этих самых сюрпризов нет. с делением. С делением сюрприза в каком-то смысле есть, потому что в питоне 3, в которой мы будем обсуждать все это время, деление двух целых чисел друг на друга всегда дает число с плавающей точкой. Поэтому, если вы напишите, скажем, 8 делить на 2, то питон вам это посчитает в виде 4 и 0, а не в виде 4. То есть, получится число с плавающей, а, во, замечательно, это уже там что-то явно с моего ноутбука. так, а, ну, ну, замечательно. Сейчас мы сделаем то, что надо. Доставьте его там, этот шнур плохо туда тянуть. Так. Ага. То есть, сейчас эти экраны, так сказать, рядом, да? Ну, ладно. Да, сейчас я запущу все-таки то, что и предполагалось. Так. Питер. Мой бок. А вот. Значит, как я уже говорил, а, ну, может, я и не говорил, тогда сейчас скажу. Для разработки программ на Питоне существует очень большое количество разных полезных вещей, таких, как, ну, вот, интегрированные среды разработки. С одной из них вы будете подробно знакомиться на занятиях в компьютерном классе. Вообще говоря, их просто есть широкий выбор. то есть, поскольку это все фри-софтвэя, то разные желающие активно писали свои, там, интегрированные среды разработки, есть отладчики, опять же, разные, широкий выбор. Есть, там, вот, средства для тестирования программ, есть средства для документирования программ. Документирование вещь очень важная, а для достаточно больших комплексов программ всегда нужно иметь документацию, причем разных, так сказать, уровней. Ну и что? Да, так я, он должен сам появиться, но я его здесь не вижу. он, наверное, где-нибудь в другом месте появился, да? Сейчас поищем, где он. Фу-та. Где, где, он же должен был появиться. Что-то как-то это не получается. Должен появиться браузер. Нет, его тут тоже нету. Ладно, еще раз. сейчас даже фокуса там нет. Вообще. А, вот сейчас так, сейчас пока будет так. Фокус сейчас есть. Так, что-то здесь не в порядке. А что здесь не в порядке? Ну вот давайте проводим, допустим, что вот он проводит. Есть? а вот он, вот он, он, кстати, появился. А где он? Его сейчас надо, чтобы он был там виден, так? давайте его закроем заново. ну давайте. Давайте. какой там адрес должен быть? Адрес? localhost. Ну да. Ой, ну я не помню наизусть. он должен. 8 тысяч проводить. Так, на чем я остановился? А, я, значит, пока еще продолжу немножко. Значит, а, вот это вот ровно то, что надо. Это ровно то, что надо. Значит, сейчас я здесь найду, вот она первая лекция. Это как раз первая лекция, которую я приготовил. Сейчас она загружается, ну так, некоторое время, не нулевое, но должна появиться. Ага, ну вот, она уже почти появилась, так? Так. Ну ладно, так вот. А, да, кстати, значит, эти лекции будут выкладываться вот здесь. Отчасти там лекции уже есть, прошлого года. В прошлом году этот курс уже в каком-то виде читался, но в этом году он будет читаться немножко полнее, немножко по-другому. Поэтому там содержимое вот в этой директории моего домашнего, моего домашнего сайта будет меняться со временем. Но, в принципе, вот все вот это можно там будет найти. А так, теперь, значит, а, ну да, вот я сейчас все-таки начну двигаться по порядку. сейчас я просто уберу все, так сказать, элементы, посчитанные питоном. А теперь вот, да, вот эта вот среда в браузере, которую вы сейчас видите, называется она Юпитер. это как раз одна из полезных, один из полезных прибамбасов, который вокруг вот этой питонской экологической ниши был написан. Юпитер исключительно полезен и приятен вот для двух целей. Для интерактивной работы, во-первых, и во-вторых, для создания презентаций. Во-вторых, для создания презентаций. Ну ладно, да, все хорошо. Значит, это вот Юпитер, раз уж я про него упомянул, представляет собой веб-интерфейс. Ну, первоначально вот к питону, но сейчас Юпитер представляет собой веб-интерфейс к весьма большому количеству разнообразных команд-лайн программ, к разным другим интерпретаторам, там ко всему на свете. То есть, на машине запускается локальный веб-сервер и запускается браузер, который с ним связывается. в браузере можно создавать вот такие вот документы, которые называются IPNB, ноутбуки этого самого Юпитера. Ну, и здесь вот можно писать вещи двух типов. Можно писать просто какие-то пояснения, причем пояснения представляют собой не просто текст, они могут включать в себя графики, формулы математические, еще что-нибудь, в принципе, даже какие-нибудь видео можно включать, почти все, что угодно, но это то, что комментарии. Может, могут быть в этом ноутбуке поля ввода, поля ввода, вот они. Вот сейчас у нас курсор стоит в одном из полей ввода и нажавшую Shift-Enter я это поле ввода посылаю в интерпретатор, в данном случае Питона, как я еще раз говорю, в принципе, Юпитер позволяет сейчас не только с Питоном связываться. И здесь появляется поле вывода. Поля ввода, они маркируются как In от номера, а поля ввода это Out от того же номера. То есть вот сейчас, когда я послал в Питон вот такую строчку, он мне в качестве ответа выдал вот эту штуку. Это просто показывает приоритет операции. То есть умножение имеет более высокий приоритет. Если я хочу, чтобы сложение выполнялось сначала, я буду использовать скобочку. Ну так, сейчас, значит, я еще буквально парочку вещей сделаю, потом посмотрим. Значит, возведение в степень это немножко особый случай. Возведение целого числа в целую степень. Потому что, когда эта целая степень положительна, результат является целым и имеет целый тип. То есть это не 8.0, это 8, это целое число 8. А если показатель степени в данный момент чисто динамически оказался отрицательным, вот в данном случае он минус 3, то тогда 2 в степени оказалось числом с плавающей точкой. 0,125 имеет, соответственно, другой тип. Вот это вот одна из как раз трудностей в том, чтобы все типы определять статически. То есть, тип определяется значением n в данный момент. питон очень динамический язык, в нем все может меняться во время выполнения. Так, ну что, перемену делаем или как? Не будем. Ну ладно, давайте не будем делать перемену. Хорошо. Арифметические операции, в арифметических операциях можно смешивать целое и действительное число любым осмысленным образом. Если к целому прибавить действительное, результат будет действительный, как нетрудно увидеть, так вот, n у нас было равно минус 3 сейчас. Я прибавил к нему действительное число, то есть число с плавающей точкой. Получилось минус 2, но только флотинг, а не не целое. Вот. Вот деление, как я уже говорил, деление целых чисел всегда дает действительный результат. Чтобы найти деление с остатком используются две других операции. Вот этот двойной слэш это вычисление частного, то есть отбрасывается дробная часть, так? А вот этот процентик это вычисление остатка от деления. То есть остаток от деления 7 на 4 это есть 3. Ну вот, как я уже говорил, даже если делится нацело, все равно мы получим ответ в виде числа с плавающей точкой. Третий, да, питон с чиселем? Третий. Да, да, да. Во втором было не так. На самом деле я буду рассказывать только про третий питон. Второй все еще life and kicking, как говорится. Это знаете эту английскую идиому, надеюсь, так? То есть откуда она произошла? Она произошла вот откуда. Ну, в Англии во всякие средневековые времена было вполне популярным казнь через повешение. И бывает, что этот повешенный не задохнется сразу, а в результате каких-то вещей, а висит живой и пинается. Life and kicking. То есть жив, не помер. Ну вот питон-2 он вполне себе life and kicking. но сейчас на нем писать новая программа, я бы сказал, все-таки бессмысленно, потому что питон-3 существует гораздо, уже весьма более, да, значит, несовместимости между ними есть, но они невелики. Обычно переписать программу на питоне-2, переписать, чтобы она работала под питоном-3, это не ахти, какой, не ахти, какой бином ньютона, но зависит от размеров. Если в программе миллион строк, то на это потребуется попросту потратить очень много времени и усилий. Поэтому до сих пор не все переписано на питон-3, что было накоплено. Но еще раз я говорю, этот процесс очень быстро прогрессирует, то есть уже большинство полезных библиотек для питона-3 есть, почти все, я бы сказал, с некоторыми исключениями. и поэтому новая программа заведомо стоит писать только на питоне-3. Да, ну вот, значит, если, скажем, переменные не присвоены никакого значения, а вы эту переменную используете как-то, ну, получите, естественно, ошибку, а в данном случае вы получаете ошибку name-error, name-x is not defined, так? Ну вот. И здесь еще я бы отметила одно положительное свойство, что сообщения об ошибках очень понятные и в общем в большинстве случаев не всегда, но в большинстве случаев когда ваша программа рухнула по какому-то сообщению об ошибке, это происходит в конкретной строчке и вполне конкретная причина описывается в сообщении об ошибке сразу становится понятно, что же не так. То есть во многих там языках их компиляторы выдают крайне такие зашифрованные сообщения об ошибках, которые интерпретировать достаточно тяжело. В питании это не так. И в общем, опять же, в большинстве случаев, хотя не всегда, атлетчик в общем практически не нужен. Как только вы наткнулись на ошибку и получили сообщение, вы сразу видите, что что-то не так. Но это не всегда такое бывает. Действительно, возможная ситуация, когда вот произошла какая-нибудь ошибка с типами, вы твердо уверены, что эта переменная должна иметь численное значение. А из сообщения об ошибке вы увидели, что в данный момент времени, когда произошла ошибка, этой переменной, значением этой переменной является, скажем, строка текстовая. Так? Ну и тогда действительно возникает вопрос, какая сволочь испортила значение этой переменной где-то раньше, не в этот момент, когда произошла ошибка. И вот тогда уже приходится использовать там атлачек или что-нибудь в этом роде. Всегда все падает? Не всегда. Есть такая конструкция try, try except, которая позволяет перехватить ошибку и как-то на нее отреагировать. Тут, в общем, есть две школы мысли на эту тему. Одна школа мысли состоит в том, чтобы сначала проверить те условия, написать if, и после if написать какое-то вычисление. Что? А что? Давай, что-то не видно справа. А. Давайте попробуем. Да, да, да. Так, конечно, лучше. Вот. А другая школа мысли состоит в том, чтобы двигаться напропалую прямо, надеясь на лучшее, написать try except, а в блоке except отреагировать на какую-то неправильность в данном месте и как-то ее, скажем, поправить. Ну, в общем, обе точки зрения имеют право на существование. вот. Теперь, значит, точно так же, как, например, в C и во многих других языках есть арифметические операторы, совмещенные с присваиванием. Например, плюс равно. Значит, x плюс равно один, но означает x равно x плюс один. Так, как, естественно, ожидать. То есть, если я перемен на x присвоил какое-то значение, а потом увеличил это значение, после этого это перемен на x будет иметь значение 2. Так? Но, в отличие, скажем, от C, если вы, кто знает C, в отличие от C, в питоне делается весьма четкое различие между выражениями и операторами языка. Выражение, ну, то есть, поэтому, скажем, такой вещи, как плюс-плюс или минус-минус, в питоне нет, потому что плюс-плюс он как бы одновременно и оператор и выражение. Так? В Psi. А в питоне такой гибрид как-то не ко двору приходится. Если вы хотите использовать это оператор увеличения как оператор, как отдельную строку в программе, пишите плюс равно 1 вместо плюс-плюс. Не ахте, как сложно. А если вы хотите использовать выражение x, ну, вы его должны использовать в другом операторе. в следующем. И не надо их совмещать в одну. Ну, ладно. Точно так же есть, вот, можно взять x умножить на 2. x умножить на 2, но и тем самым переопределить. То есть, теперь наша переменная x имеет другое значение. Есть такой оператор, как дел, который уничтожает значение переменной, после этого у x нет никакого значения. Если мы после дел эту переменную x используем, мы опять же благополучно получим на EMR. Вот. А вот выше обязательно было писать принтер x? Можно было просто x написать? Не обязательно. Есть небольшая разница. А, ну, одна большая, одна небольшая. Большая разница состоит в том, что в интерактивной сессии это совсем даже не обязательно писать. Но если это у вас программа, которая выполняется, то там вы должны написать принт, если вы хотите, чтобы эта программа что-то вам на консоль написала. Так? Ну вот. А маленькая разница состоит в том, что если вы просто написали выражение и нажали Enter в интерпретаторе, то вы получаете строку с выводом, такую, которую можно потом использовать для ввода. Например, строка текстовая будет в кавычках, например. А если вы написали принт от строки, вы получите эту строку без кавычек. Да-да, в общем, достаточно мелкая разница для чисел она несущественна. Вот. Ну и дальше что? Вот забавная особенность, честно говоря, я не могу сказать, что это прям такое уж великое достижение, но тем не менее забавно и бывает приятно. В математике в такой вот работе ручкой на бумаге все и математики, и физики, и все остальные привыкли писать что-нибудь типа х меньше y меньше z. Ну, такого типа комбинированное неравенство. В подавляющем большинстве языков это надо было бы написать как х меньше y and y меньше z. А в питоне вот такие комбинированные сравнения можно описать как в математике. То есть, можно написать вот, например, 1 меньше 2 меньше или равно 2, что даст нам истину, потому что это правильная вещь. 1 действительно меньше 2, а 2 действительно меньше или равно 2. А если я напишу вот такую штуку, я получу соответственно ложь, потому что 2 меньше 2 дает ложь. То есть, вот такие вот штучки, но это мелкая приятная деталь, которая позволяет использовать более близкие к таким привычным обозначениям. Не то, чтобы это было очень важно. Вот, теперь. Значит, логические выражения можно комбинировать. Есть, естественно, and, or, not, обычные вот такие логические операторы. Ну, и вот так вот, например, выглядит if. То есть, вот if здесь стоит какое-то условие, в конце ставится обязательно двоеточие. Здесь есть else с двоеточием. Вот, когда вы видите в питоне какую-нибудь строку, кончающуюся на двоеточие, это означает, что здесь вы можете написать один или несколько, или сто, или сколько хотите разных операторов, но с отступом. С отступом большим, чем отступ вот этого if. То есть, вот if у нас начинался в первой позиции строки, а вот этот самый print, он с большим отступом. Все вот эти операторы, если бы я тут написал не просто print строки t, а целое большое какое-нибудь вычисление сложное из многих строк, они все должны быть с одинаковым отступом. Где кончается этот вот блок, который стоит после if, а там, где отступ опять становится меньше, вот такой, как был раньше. То есть, в питоне нет ни фигурных скобок, ни begin-end, которые в паскале более их роль играют отступа. Пожалуйста. Не обязательно, чтобы отступ был равен в популяции, или может было бы один раз пробел нажать? Можно их один раз пробел. И еще вопрос. Допустим, вот я напишу print с отступом, потом print без отступа, print с отступом. Уконится if только первый print. Как только я первый раз сделаю без отступа, да, да, то это if уже кончился. Если вы, ну, есть, есть правило. Вот если вы после вот этого принта вот здесь напишите еще какой-нибудь принт с отступом и не таким, и не таким, оно где-нибудь посредине, это будет просто ошибкой. Это синтаксическая ошибка, так нельзя. То есть, все, что внутри if должно иметь фиксированный отступ, ну, традиционно, опять же, это чисто вопрос стиля, традиционно используются четыре пробела, отступ в виде четырех пробелов. Но, если вам жалко горизонтального места, вы можете использовать один пробел, это ничему не противоречит. Он должен быть одинаковый. А после возвращения отсюда, чтобы вернуться на внешний уровень, вы должны прийти на тот же уровень отступа, который был вот здесь, скажем, в этом ife. Никакой промежуточный, любой промежуточный будет ошибкой. Ну вот. Да, еще важная вещь про end и or. Ну, здесь в этом примере ее, конечно, не видно, но в принципе важная, что если первый аргумент end или or приводит к тому, что результат уже очевиден, ну, то есть, если в end первый аргумент есть false, то второй аргумент не вычисляется вообще, что называется shortcut calculation. это бывает важно в том случае, если в этом втором аргументе стоит вызов функции, а у функции есть побочные эффекты. Вот она не будет вызвана, этих побочных эффектов не будет. А если первый аргумент такой, что второй аргумент тоже нужен, чтобы получить результат, ну, естественно, он будет вычисляться. Вот. Можно еще комментарии открыть? А, комментарии, да, что-то я про комментарии ничего не сказал. Можно я один сделаю? А, да, конечно. В общем, табуляцию, если нажмите, табуляция считается за 8 пробелов. Не, ну, не обязательно это регулируется. Да, бетон считает табуляцию по 7 пробелов. Это зависит от текстового редактора. Да, в редакторе это регулируется. если вы, если вы термичите, в коде будет 7 с кодом 8, табуляция, значит, на этом коде с 7, то бетон будет считать ее за 8 пробелов. Нельзя мешать стабуляции и пробел. А, ну, иначе я делаю табуляцию, иначе я делаю табуляцию, иначе я не знаю пробел. Ну, да, ну, да. Ну, причина тоже самая, та же самая понятная причина, что размер табуляции, на самом деле, величина переменная. В любом редакторе его можно отрегулировать. Если у вас есть смесь от табуляции и пробелов, то после изменения размера табуляции вы получите чертячу. Поэтому надо использовать либо одни пробелы, либо одни табуляции для этих отступов. Ну, и вот как-то принято, хотя это не обязательно, использовать пробелы, использовать 4 пробела. Ну, 4 – это достаточно много. То есть, четко видна эта штука. Вот. Ну, ладно. Значит, теперь, в некоторых языках есть оператор такой, как case или switch, или что-нибудь в этом роде. Ну, такое вот ветвление, оно много разных ветвей. В питоне, вообще говоря, нет. То есть, в питоне нужно просто писать длинную последовательность ифов. Но есть вот такая вещь, как l-if. То есть, это сокращение от else-if, естественно. Так? То есть, я могу написать вот такую вот штуковину. if n равно… Да, равенство – это равно-равно, это вы уже, надеюсь, заметили. Если n равно единице, то чего-то, иначе, если n равно 2, то чего-то другое, иначе, если n равно 3, то чего-то третье, а иначе чего-то четвертое. то есть, то есть, вот так вот можно написать то, что в C писалось бы как switch, в Pascal писалось бы как case, вот что-нибудь в этом роде, но здесь приходится писать вот так. Но в каком-то смысле, в каком-то смысле, это может быть мелким неудобством все-таки, так? Но не такое уж оно большое, я бы сказал, это неудобство. В общем, все к тому же, когда пишешь switch, то есть постоянный риск забыть в нужном месте написать brick, тогда все вообще пойдет наперекосяк. Тут этой проблемы не возникает. Можно вопрос? Да, конечно. А если я в артистах хочу написать print, вот это вот, в той же строчке, где ив стоит, не съест это? Можно, можно. Значит, на самом деле, да, действительно есть несколько возможностей сэкономить вот вертикальное место. Во-первых, если после вот чего-то с двоеточием следует всего лишь один оператор, и только в этом случае, его можно просто написать в той же строке. Его не обязательно писать в следующей строке с отступа, можно и в той же. И во-вторых, когда вы пишете просто простые операторы, не не if, не циклы, а просто простые какие-нибудь присваивания, то их можно написать несколько в одной строке, разделившей точкой с запятой. Это тоже. Если операторы очень короткие, если вы хотите написать n равно 2, m равно 3, z равно 1, что-нибудь в этом роде, то можно сэкономить строчки и написать все в одной строке через точку с запятой. В конце точку с запятой хотите ставить, а хотите нет, это ни на что не влияет. А между операторами разделять тогда надо. Но и то, и другое, это немножко не принято. То есть такой принятый стиль состоит в том, чтобы все-таки все, что после двоеточия писать в следующей строчке с отступом, почему? Почему так принято? А вдруг вам захочется не один принт здесь написать, а два? Так вы просто возьмете и напишите еще один принт с тем же отступом. А если этот принт у вас первый стоял в той же строке, вам надо немножко более значительную перестройку произвести. Ну вот. Ну, это не обязательно. То есть можно и в той же строке. Есть условное выражение. Условное выражение выглядит забавно. В C есть такой вот этот самый троичный оператор, там вот этот вопросик двоеточие. В питоне есть его эквивалент. На самом деле, в общем-то, полный эквивалент. Но такое вот условное выражение, а не условный оператор. Но выглядит он не так. Он выглядит как вот какое-то выражение, если условие, а иначе другое выражение. Немножко странный, кажется, на первый взгляд, порядок этих частей. Почему их не вначале? Но опять же, такой, ну что ли, стилистическая рекомендация состоит в том, что общий или самый обычный, нормальный случай пишется первым. Он потом защищается условием, что вот это вот нормальный случай применим, если выполнено такое условие. А исключительный случай пишется после else. Если что-то не выполнено, то вот... Ну и поскольку это выражение, его можно вставлять внутрь более сложных выражений, как вот здесь написано. Ну, только нужно там... Как правило, нужно в скобочки ставить. Ну, то есть, если бы здесь не было бы скобочек, то здесь бы, конечно, один плюс один посчитался, получалось бы двойка. Ну, в общем, как правило, вот эти условные выражения, то я там точно не помню сейчас этих правил приоритета, но у них достаточно низкий приоритет, поэтому их обычно приходится заключать в скобке. Вот, теперь. В питоне есть некое количество встроенных функций, которые вы можете в любой момент времени выполнять, не надо для этого ничего делать. Но их весьма мало. На самом деле, это такая маленькая табличка в описании. Там их... Я не помню точно сколько, но действительно встроенных функций совсем мало. Большинство функций надо импортировать откуда-то. Скажем, обычные вот там тригонометрические функции, там экспоненты, логарифмы и так далее, надо импортировать из модуля масс. Оттуда же можно импортировать константу π. Значит, вот после вот этого вот оператора импорт у нас теперь появилось в нашем текущем пространстве имен появилась функция sin и появилась π, которая имеет соответствующее значение, приближенное, естественно, в виде числа с плавающей точкой. Вот мы можем полюбоваться на него. Оно вот такое. Можем применить синус к чему-нибудь. должно быть, математически говоря, 0,5, но это я специально продемонстрировал, что любые вычисления с плавающей точкой всегда имеют конечную точность и всегда содержат какие-то ошибки округления. Поэтому получилось не точно 0,5, но что-то оно очень близкое к 0,5. Если хочется все сразу, или смех импортировать? Что? Если хочется все сразу. Если все сразу. Это хороший вопрос. Если хочется импортировать все сразу, можно написать вот здесь звездочку. From чего-то, import звездочка. Как правило, это не рекомендуется. Но это от лени только можно делать, скажем так, когда вы сами толком не знаете, что вам из этого модуля надо, а что не надо. Потому что From чего-то, import звездочка, вам в текущее пространство имен складывает кучу всего, причем вы не знаете, чего именно. Вы не знаете, если не посмотрите сорсы этого модуля. Поэтому вы не знаете, что у вас определено, а что нет. То есть это, в общем, вещь допустимая, вполне допустимая в ситуациях, ну, во-первых, в интерактивных сессиях. В интерактивных сессиях вы хотите использовать какой-нибудь большой нетривиальный модуль, хотите использовать, но вы не знаете заранее, что вам пригодится. Все может пригодиться в этой интерактивной сессии. Вот вы импортируете звездочку. А в Production Ready программе это нежелательно. В Production Ready программе в общем желательно иметь полный контроль над тем, какие имена определены, а какие не определены. Кроме того, есть еще другой способ импорта. Но я это буду показывать где-то, я не помню, на третьей, по-моему, лекции, но раз вопрос возник, я сразу скажу. Вместо этого я мог бы написать просто импорт масс. И все. Тогда ни синуса, ни пи, ни косинуса, ни логарифма в текущем пространстве имен не будет. Но если у меня понадобится синус, я его могу вызвать как масс точка син от чего-то. То есть имя модуля, точка, имя какой-нибудь функции или переменной, определенной в этом модуле. Это тоже хороший и чистый способ. То есть вы не замусориваете текущее пространство имен. Так делать вполне можно и вполне рекомендуется. Можно ли я уточнить еще? То есть вот есть в конце пространства имен, да? Да. И оно, вот этот импорт масс, это то же самое, как в плюсах, например, получается. Сейчас что? Вот, например, в плюсах там вот пространство имен, двоеточие и какое-то имя из него. Вот этот импорт масс и потом масс точка что-то это то же самое? Ну, да. Ну вот с точки зрения питона импорт масс импортируют в текущее пространство имен одно-единственное имя. Масс. И ничего больше. Но потом после него можно писать точку и имя чего-то, что определено в этом модуле. Они недоступны напрямую в текущем пространстве. Да. Ну, это все немножко относится к теме третьей лекции. Но, ну ладно, раз такой интерес. Уже здесь. Да. Раз такой интерес. То есть есть несколько пространств имен. Но обычно в большинстве случаев их есть три. Есть пространство имен текущей программы. Текущая программа это тоже модуль. Текущая, скажем, интерактивная сессия. В ней вы определили какие-то переменные, какие-то функции. Вот они в текущем пространстве имен живут. Есть пространство имен встроенных вещей. Встроенных, там встроенные функции, встроенные константы типа true и false, еще там что-то. Вот это другое отдельное пространство имен. То есть пространство имен текущей программы затеняет встроенное. Вы можете true чего-нибудь присвоить, и дальше true будет означать вашу вещь, а не не встроенную. Тогда, ну, это очень неудобно. То есть так делать не надо, но в принципе возможно. И, наконец, если вы в данный момент находитесь внутри функции какой-нибудь, но есть пространство локальное пространство имен этой функции, где живут параметры и локальные переменные этой функции. То есть как минимум три пространства имен в общем полезно иметь в виду всегда. Ну вот, теперь, значит, как я уже говорил, каждый объект имеет тип. Важная терминология. Вот, например, есть объект 2. Целое число. Какой у него тип? У него тип int. Хорошо. Ну и что такое этот самый int? Какой же тип у самого int? Давайте посмотрим, какой тип у int. У int тип type. Как, в общем-то, достаточно легко было догадаться. Так? Вот. Ну а дальше типы некоторых других объектов. Вот тип числа с плавающей точкой есть float. Тип float есть, естественно, тоже type. Я это даже не проверял. Это и так, очевидно, должно быть. А вот тип true есть bool. Так? Так, пожалуйста. Чего-то был, в строках у него было кавычки 50, например, вокруг int. То есть int в кавычках был бы stream. Или чем-то такое? Нет, ни кавычки не надо никакие ставить. int может использоваться просто сам по себе. Значит, он может использоваться, вот, наиболее частое использование, это как раз то, что я вот буквально сейчас собирался сказать. Что? Поставьте кавычки, true в кавычки возьмите. А строка будет? Боет тип струк. Интересно, да. Да, пожалуйста. А по строкам и кавычкам есть разница? Нет разницы. Про строки, ну вот, сегодня мы сильно задержались, я не уверен, что мы успеем. Про строки я предполагал и сегодня же сказать, но боюсь, что могу и не успеть. true в кавычках это строка был бы тип струк. То я могу это, конечно, сделать, но я сейчас, честно говоря, немножко неудобно. Ну ладно, я могу вам сказать, что будет. Будет струк. Вообще-то, на самом деле, это да. То есть, в обычных терминологии это не флор, это нормальная, двойная точность. А, да, конечно. Это называется флором, а как бы нет. Да, другой нет. То есть, есть один плавающий тип фитония, он тот, что с древних времен Фортрана принято называть дабл. А вот. И, кстати говоря, опять же, в связи с этим комментарием я сразу добавлю. Вот целые числа, они не такие. Целые числа в фитоне могут быть неограниченно большими. То есть, пока целые числа небольшие и влазят в, ну, скажем, там, 4 байта или 8, в зависимости от архитектуры компьютера, ну, они занимают одно там это слово, 4 или там 8 байт. А если вы хотите посчитать 1000 факториал, то питон вам его благополучно посчитает, потом кучу экранов распечатки напишет, это будет тоже целое число, это будет целое число, которое далеко-далеко выходит за пределы, допускаемые там 8 байтами, например. То есть, питон может работать целыми числами, сколь угодно большими, но лишь бы хватило оперативной памяти компьютера, единственное ограничение. Так? Вот. Значит, теперь имена типов по совместительству являются именами функций. Ну, на самом деле, это я чуть-чуть упрощаю, это когда мы будем объектно-ориентированное программирование обсуждать, мы будем обсуждать, что имя класса является одновременно именем конструктора. Но в данном случае, пока я говорю так попроще, вот эти имена типов, такие как int, float, bool, являются одновременно, могут работать как функции, которые применяются каким-нибудь аргументом и переводят этот аргумент в соответствующий тип, если это имеет смысл. Если это не имеет смысла, если вы написали какую-нибудь полную обредятину, то вы получите сообщение об ошибке, типа того, что эта функция не поддерживает аргумент такого типа. А вот если вы хотите целое число преобразовать в float, ну и напустите на него функцию float. Если вы хотите наоборот float число преобразовать в int, напустите на него функцию int. Напустите функцию int, причем это означает не важно, что это означает отбрасывание дробной части. Это означает не округление, а отбрасывание. То есть int от 2 и 9 будет 2. Причем отбрасывание дробной части всегда приближает к нулю с обоих сторон. Так что, например, int от минус 2 и 9 будет опять же минус 2. Для округления есть какая-то своя функция. Ну и откуда-то надо импортировать, я точно сейчас не помню откуда, но в принципе существует функция, которая флот число преобразует в целый результат путем округления. Ну, естественно, она называется раунд. Только она где? В массе живет? А, нет, она прямо встроенная. Ну, значит, есть раунд. Ладно, хорошо. Значит, теперь так. Ну, начнем. Начнем все-таки про строки. Я не уверен, что мы все сегодня это обсудим. Но, значит, питон очень хорошо, вообще говоря, используется и хорошо приспособлен для работы с текстовой информацией. имеет множество полезных функций для работы со строками. Причем вот в питоне 3, в отличие от питона 2, все строки являются уникудными. Поэтому вы можете в одной и той же строке иметь латинские буквы, русские буквы, немецкие умляуты, китайские иероглифы, вообще все, что угодно в любых сочетаниях. Вот вам, пожалуйста, пример. Если у меня нет способа на клавиатуре ввести китайский иероглиф, я могу написать в экслэш у, что означает уникод, и вот этот вот самый 4-16-речные цифры, которые дают номер этого уникодного символа. И вот эта строка выглядит вот так. Вот вам, пожалуйста, какие-то странные значки, греческая буква, О с двумя точками, и что-то не то китайское, а не то японское, я не знаю. Так? Вот. Теперь, в питоне 2 этого не было. Там был отдельный тип уникод, который был отдельно от типа строки. На самом деле, вот с многоязычными вещами в питоне 3 работать стало значительно проще. Это одна из причин на него переходить. Вот. Теперь, насчет одинарных и двойных кавычек. Они почти что взаимозаменяемы, то есть любую строку можно писать хоть в одинарных кавычках, хоть в двойных, с дополнительным бонусом, состоящим в том, что если строка написана в одинарных кавычках, то двойная кавычка внутри нее рассматривается просто как самый обыкновенный символ в этой строке, который можно использовать сколько угодно, хоть один раз, хоть много раз. Точно так же наоборот. Если вы пишете строку внешне в двойных кавычках, то внутри одинарная кавычка является самым обычным символом. Тем самым, вы сразу покрыли те случаи, когда вам требуется внутри строки использовать либо только одинарные кавычки, либо только двойные. А что если вам нужны эти и другие? Ну, тогда придется их эскейпить при помощи бэкслэша. То есть, вот если вы хотите в какую-нибудь строку, где есть и одинарные, и двойные кавычки, то внешние кавычки вы можете использовать любые, хоть одинарные, хоть двойные, а внутри вы пишете бэкслэш одинарные или бэкслэш двойные. Вот тут, кстати, видно это самое отличие, про которое я уже говорил. Что если я просто пишу строковое выражение и нажимаю Enter в интерактивной сессии, я получаю эту строку в кавычках. А если я пишу print от нее, я получаю ее без внешних кавычек, только самая содержимая строки. Ну и, наконец, в питоне есть такая вещь, как строка, стринг, занимающий много lines. Вот это забавная вещь, что по-русски так не скажешь, потому что слово строка по-русски имеет два разных смысла, а по-английски это два разных слова. Вот. Значит, вот. Она заключается в тройные кавычки, в три кавычки, в три двойных или в три одинарных. Что автоматически означает, что вот здесь вот внутри, если бы у меня взбрела в голову такая блажь, я могу спокойно использовать, например, эту двойную кавычку, ну так, один раз или даже два раза подряд. Вот три раза подряд уже не могу. Три раза подряд – это уже будет конец этой строки. И поэтому, если вам нужно написать, ну, какой-то достаточно длинный такой текст внутри программы, ну, в качестве хелпа, там, который печатается по ключику минус аж или что-нибудь в этом роде, то наиболее естественный способ – это его вот в таких вот тройных кавычках написать. Можно тоже, ну, как обычно, как большинство языков, backslash n означает new line, это перевод на новую строку, потому, если у меня не безумно длинный текст, я могу написать и вот так. И теперь видно, что на эти две строки на самом деле равны. Вот эта строка s, которую я написал вот так, и вот эта строка, которую я написал вот так, это в точности одно и то же. Здесь три раза встречается символ new line, который обозначает как backslash n. Ещё одна забавная особенность, ну, мелкая, я бы сказал, мелкая приятность, опять же. Не так, чтобы она была очень сильно важна. Состоит в том, что если написать несколько строковых литералов подряд, разделённых просто пробелами какими-нибудь, то они все слипаются в один строковой литерал. То есть вот здесь я написал вот одну строку, вторую строку, третью строку. И в результате это имеет точно такой же эффект, как если бы я написал одну единственную строку, в которой было бы вот это вот написано. Наиболее популярное использование этого состоит в том, когда вы хотите передать какой-нибудь функции, ну, в данном случае функции print, но можно это какой-нибудь другой, какой-нибудь вот такой многострочный литерал строковой. Либо его можно писать вот так вот, вот так, с тройными кавычками. Либо его можно писать вот так вот, просто как отдельные его кусочки в отдельных строках. А, кстати, вот здесь видна ещё одна особенность, про которую, в общем-то, надо упомянуть. Опять же, это относится, ну, к числу тонкостей, что ли, уже не такая вещь, которую прям первую надо, знаете, чтобы под зубов отскакивало. Но, как правило, в питоне одна строка, один оператор. Всё очень однозначно. Ну, как я говорил, несколько операторов одну строку воткнуть можно через точку с запятой, а вот один оператор в нескольких строках как написать? Можно писать вот этот самый бэкслэш в конце, что означает, что следующая строка будет продолжением предыдущей. Довольно неуклюжая вещь, но иногда приходится. Так? Но в тех случаях, когда есть какие-то скобочки, например, вот круглые скобочки, то один оператор можно разделить на несколько строк. И всё, пока эта скобочка не закроется, будет рассматриваться как один оператор. Вот это действительно удобно. Это действительно, когда нужно... Один оператор очень длинный, содержит там какое-нибудь безумно длинное выражение арифметическое с кучей операций, плюсов умножения и так далее. То его, скажем, можно заключить в круглые скобочки и писать столько строк, сколько вам удобно. Не надо это в редакторе извращаться и делать строку длиной в тысячу символов. А вот. Теперь так. Типа чар в питоне нет. Вместо него используется просто строка длины 1. И есть полезные функции. Например, ОРД возвращает порядковый номер этого символа, уникодный порядковый номер. Так что это не тот вот аскишный порядковый номер, к которому вы, наверное, привыкли. Я его всё равно наизусть не помню. Но буква А гораздо меньше, это очевидно. А вот в уникодной таблице буква А маленькая, оказывается, имеет номер 1072. Есть обратная и функция ЧР, которая из уникодного номера делает символ. Но символ – это реально означает строку длины 1. Если вы ОРДу передадите в строку длины больше 1, по-моему, ошибка будет, если я не ошибаюсь. Функция ЛЕН очень такая универсальная и полезная. Она возвращает, в частности, длину строки. Но, вообще говоря, она возвращает длину всего. Про что вообще имеет смысл спросить? А какая у тебя длина? То есть, когда мы будем обсуждать там списки, скажем, такие структуры данных, которые содержат много элементов, к ним тоже применима функция ЛЕН, которая даёт длину списка, вот в данном случае длину строки. То есть, для всех вот таких вот, что ли, составных типов данных очень полезна функция ЛЕН, которая всегда даёт её длину. Теперь, как извлекать из строки кусочки, отдельные символы, например? Ну, по индексу, как, в общем-то, следовало бы ожидать. Индексация начинается с нуля. То есть, самый первый символ в этой строке, строка у нас какая? Где она? А вот она. Вот строка. 0, 1, 2, 3, 4 и так далее до 9. Вот самый первый её элемент, то бишь элемент номер 0, есть нолик. А элемент за номером 3, соответственно, есть тройка. Этот индекс может быть отрицательный. Что означает считать с конца? То есть, s от минус 1 – это последний символ, s от минус 2 – это предпоследний. То есть, вот это вот такое удобство для обработки текстовых данных. Вот это последний символ этой строки. Это, скажем так, предпоследний. Можно не один символ извлечь, а сразу диапазон. Отсюда, от сих до сих. Так? Под строку. Ну, она… Под строка пишется вот через двоеточие. Вот я сейчас вам покажу. Вот, скажем, какой-то пример с первую по третью. Но тут есть некое отличие от того, что вы могли бы ожидать. Вот его надо всегда иметь в виду. Тут некое… Ну, по-своему, очень логично устроен питон, но не удовлетворяет каким-то предварительным ожиданиям, которые у многих людей есть. Скажем, если я напишу под строку с индексом от одного до трех, то символ с номером один в нее включен, а символ с номером три в нее уже не включен. То есть, левый конец включительно, правый конец исключительно. Почему? Ну, вот наиболее полезно, как я нашел для себя, по крайней мере, держать в голове вот такую картинку, что индексы как бы располагаются между символами строки. То есть, вот есть строка, в ней есть какие-то символы, а вот индекс 0 стоит здесь, индекс 1 здесь и так далее. И когда я говорю с первого по третий, то это значит вот отсюда вот досюда. То есть, это под строку, в которой содержатся два элемента, который был вот в этой ячейке и который был в этой ячейке. Если в этом диапазоне не задано начало, это значит брать с самого начала строки, а если в нем не задан конец, это значит брать отсюда и до конца, от забора до обеда. Причем всегда, вот если вы поделили строку где-то вот по индексу 3, который вот здесь вот стоит, то все, что от начала до 3, это вот одна половинка этой строки, все, что от 3 до конца, это вторая. Если вы их потом опять сложите вместе, вы всегда получите одну исходную строку. То есть, очень часто встречается операция убрать последние символы строки. Например, вы читаете файл построчно, последний символ это всегда newline, он вам нафиг не нужен в данном месте. Вы хотите, собственно, содержимое этой строки. Так вот, вся строка, кроме последнего символа, ну, это, естественно, с от начала до вот этого и самой минус единицы. То есть, в данном случае у нас в конце был не newline, в данном случае последний символ был девятка, я вот ее убрал. Ну, а можно вот так как-нибудь, от третьего до предпоследнего, ну, в общем, любые вот такие сочетания. Теперь так, строки являются неизменяемым типом данных, в отличие от, ну, того же C, например, да, почти любого другого языка. То есть, нельзя сначала построить строку, а потом сказать, я хочу в ней десятый символ заменить на другой. То есть, сделать-то это можно, но результатом будет другая строка, некая новая строка, в которую скопировало все, что надо, и десятый символ заменился на то, на что вы хотите заменить. Исходная строка при этом не изменится. Это, на самом деле, свойство очень полезное, но оно может слегка раздражать, когда строки, ну, очень длинные, это, да, это может, там, производительность садить. Какие есть операции над строками? Сложение означает конкатенацию строк. Довольно логично, так? Если к этой строке АБЦ прибавить строку ДЕФ, получится строка АБЦ ДЕФ. Умножение на целое число означает взять эту строку несколько раз. Так, куда я делась? Куда делась моя мышка? Я не понял. А, я ее на другой экране, я ее случайно. Так, причем умножать можно, наверное, с другой стороны. 3 умножить на эту строку тоже допустимая операция. Ну, вот. Очень полезная операция ИН. Ну, в данном случае для строк. Она применима и к спискам, там, ко всему на свете, к множеству. Мы там ее еще множество раз встретим. Она проверяет, есть ли такая буква в этом слове. Ну, вот, в данном случае, скажем, А там есть, а вот, скажем, Д там нету. Так, как я понимаю. А Д там нету. Проверять можно не только, есть ли один символ в строке, но и есть ли подстрока в строке. Тоже той же самой операции ИН. Причем, опять же, забавное свойство синтаксиса Питона состоит в том, что для некоторых операций, не для всех, вот для некоторых, для ИН, например. Существуют их такие вот отрицательные варианты. В данном случае, NOT IN. То есть я мог бы написать NOT и в скобочках BNS. Это было бы абсолютно правильно. Но точно с тем же успехом я могу написать просто вот так. B, NOT IN. Теперь, значит, строки – это объекты. Ну, про объекты и всякую объектно-ориентированную штуку мы будем говорить на какой-то одной из следующих лекций. Но у объектов, как правило, есть какие-то методы, которые пишутся как точка, имя метода. Ну, вот после этого объекта пишется точка, имя метода. И, возможно, какие-нибудь аргументы. У строк, в частности, есть несколько вполне полезных методов. Вот, например, L-strip. R-strip изничтожает все пробелы в начале. Не только пробелы, а что называется white space-символы. То есть пробелы, табы, нью-лайны. Вот все такие невидимые символы. R-strip изничтожает их всех справа. Слева оставляет. А просто стрип изничтожает их и справа, и слева. Очень полезно для обработки всяких текстов. На самом деле у функции L-strip, R-strip, R-strip есть необязательный аргумент. Ей можно задать аргумент, какие именно символы изничтожать. То есть по умолчанию этот аргумент – это набор вот этих white space-символов. То есть, по крайней мере, пробел, табы, нью-лайны. Может быть, там еще какие-то есть в уникоде. Я точно не знаю. Если туда иероглик поставить, она тоже будет? Что? Если иероглик поставить. Да. То есть, если вам вы хотите удалить все вот такие-то иероглифы в начале, то вы здесь пишите вот этот необязательный аргумент, в кавычках вот этот именно конкретный иероглиф, и она их удалит вместо пробела. Ну и, да, поскольку наше время истекло, наше время истекло, ну ладно, давайте, в общем-то, в этом месте и так и остановимся. Нам не очень важно, в каком именно месте останавливаться. То есть, еще есть небольшой кусочек простройки, а дальше мы перейдем к другим типам данных, которые есть в питоне, которые, в общем, ну, скажем так, очень полезны. Так, со списки там и так далее. Пока не разбежались, договоримся насчет... Да-да-да, давайте. Мне было бы самое удобное в четверг в 14.30. Это у вас, я бы сказал, какое-то конструирование. Кто-то... Кто-то... КОСОБЩЕНИЕ Продолжение следует...